Как видно, как слышно. Так, Андрей. Отлично, сейчас я тебе включу права. Так, что-то у нас сегодня с техникой опять. Так. Так, как видно, как слышно, друзья. Дайте обратную связь. Отлично. Так, ну что, друзья. Приветствую вас. Просто тут, как всегда, в последний момент, в тот самый технический момент, что-то у меня комната. Прямо в последний момент перестало впускать. Сейчас, секундочку. Так. Так. Остальная запись включена. Ну все, друзья. Давайте среда. Сегодня, значит, очередной технико-экономический вебинар. Вот, соответственно, мы с вами полным ходом идем к очень знаменательному событию. И теперь это событие у нас номер один. Это, естественно, экофест, который будет 1 июля в Марьиной Горке в Белоруссии. Это основное событие, которое определит ход развития дальнейшего проекта Skyway. Это подведение черты итогов, вот, тому, что сделано. Вот. И, соответственно, самое главное, друзья, это отчет перед инвесторами, перед партнерами, от проделанной работы и, соответственно, на каком этапе мы находимся. Почему это очень важно сейчас и говорить, и нам с вами понимать? Потому что мы семимильными подходим шагами к тому, что заказчики увидят перспективы, увидят и свой интерес в технологии. Сегодня в различных уголках мира мы об этом поговорим. И сегодня из Индонезии вернулись Виктор Бабурин с Алексеем Суходоевым. Соответственно, Алексей сейчас после меня включится с последними новостями, и он расскажет очень много интересного, то, что сейчас происходит именно с точки зрения практического применения и уже практических конференций с инвесторами и заказчиками, которые прошли в Джакарте, Индонезии. Вот. Поэтому это как раз, друзья, уже продвижение проекта. Это уже не демонстрация, это уже не доказательство того, что есть, что нету, а это уже реально сейчас. Так, Андрей, как звук нормальный в это самое тут? Все в порядке со звуком, отлично. Вот. Поэтому, друзья, и сейчас еще на одном моменте, который я хотел сегодня остановиться, потому что очень много идет вопросов, очень много сейчас, ну, скажем так, возникает нюансов с развитием проекта. Это связано с тем, что мы подходим к демонстрации, мы подходим уже к становлению именно как компании, которая выходит на серьезный рынок уже и на серьезные заказы. Это, друзья, конкуренция и все, что связано с противостоянием. Мы много говорили о том, что у нас, если вы видели, что у нас возникают то какие-то додики-тролли там, которые непонятно там, кто им за это платит и какую цель они преследуют. Вот. Это все, друзья, цветочки. Там то выходят статьи какие-то заказные в различных изданиях. Друзья, это все цветочки по сравнению с тем, что нас ожидает в ближайшее время. Это не то, что, друзья, я там пугаю или говорю какие-то там, знаете, там какие-то пророческие черные вещи. Нет, друзья, это естественный процесс развития проекта. Мы подходим сейчас к очень серьезному входу уже к заказчикам и к рынку инвестиций. на конкуренции. Соответственно, исходя из того, что мы сейчас видим, из того, как сейчас выливается, друзья, очень много будет происходить событий, и к этому надо быть готовым. Я специально на это говорю сейчас, в таком спокойном темпе, не анализируя и не показывая, что сейчас уже как бы делается. Просто звонков очень много, сигналов, которые из разных и органов, и наших регионов, и наших партнеров. Поэтому, друзья, тоже к этому надо относиться сейчас абсолютно с пониманием и сознанием дела. Значит, что в ближайшее время будет происходить, и что мы с вами увидим? Будет очень много грязи вылета на проект Skyway, на сам проект, о том, что он технологически несостоятельный, и инженер Юницкий, который 40 лет развивает, он не понимает физику 6 класса. Это, друзья, одна тема. Это все отвечается Мариной Горкой, демонстрацией, испытаниям, и это будет показываться, делаться. На это серьезно можно не обращать внимания. Будет, друзья, очень много вылета грязи лично на инженера, на генерального конструктора, на автора проекта Skyway, это Юницкого. То есть будет вытащено и показано очень много всякой грязи, которой только можно вытащить. И в основном она будет вся, конечно, провокационного и, я бы сказал, компрометирующего, именно скомпонованного. То есть это будет просто грязь, которая специально направлена на то, чтобы облить и отмазаться, от которой будет жило. Это тоже, друзья, будем смотреть, и относиться надо к этому абсолютно спокойно и с сознанием. Второй момент. Будут очень большие сильные удары по членам команды Юницкого. То есть каждого персонально будут вытаскивать и также пытаться замазать грязью, пытаться замазать, так сказать, это тоже, друзья, подход. Ну и, соответственно, еще один очень такой всегда используемый момент, и это не только в России или в русскоговорящем пространстве, это и в Европе. Вот. Это использование правоохранительных органов для того, чтобы попытаться с юридической точки зрения показать какие-то нюансы, показать какие-то проблемы для того, чтобы очернить проект. И мы тоже с этим, друзья, будем сталкиваться постоянно, исходя из того, что идет активное продвижение. И еще раз, друзья, надо понимать то, что не всем это нравится. Да, у нас сегодня уже почти миллион людей зарегистрировано в нашем проекте. У нас практически там без малого 200 тысяч инвесторов, которые сегодня инвестируют в проекты, которые ждут результаты. Но вы, наверное, все живете в реальном мире, мы все с вами смотрим по сторонам, и мы понимаем, что не всем, друзья, это нравится. Не всем. Поэтому, исходя из того, что мы сейчас уже именно позиционируемся как корпорация, которая внедряет инновационную прорывную технологию, которая решает многие транспортные проблемы, которая решает основные проблемы инженерные, которые сегодня стоят перед транспортной инфраструктурой, и которая решает вопросы, которые сегодня стоят перед цивилизацией. И, соответственно, друзья, обратная реакция тем, кому это не нравится, тоже будет соответствующей. Поэтому мы с вами будем свидетелями такой очень, скажем, жесткой сейчас информационной борьбы, мы к этому готовы. Ну и, соответственно, ряда других событий, которые будут происходить. Почему, друзья, я сейчас еще раз на это акцентирую внимание и специально к этому готовлю. Потому что те, кто, друзья, с нами, те, кто три года прошел уже огонь, воду и медные трубы, которым все равно уже, что говорят про нас, как говорят, то есть это наши друзья, партнеры, соратники, для них это никак не влияет, не действует. Влияет в основном это на тех, кто только подключается в проект, кто только услышал, подходит и начинает позиционировать себя как партнера, как инвестора. И в этот момент на него начинают сыпаться негативные, соответственно, новости, негативные события. И люди либо притормаживают, либо отходят в сторону и дальше не движутся в проект. И здесь, друзья, как раз надо понимать, что наша задача это дойти до 1 июля, когда проведем фестиваль, экофестиваль, когда покажем все возможности, основные возможности технологии. И дальше будем двигаться уже с точки зрения позиционирования, как открытая, готовая технология к внедрению. На сегодняшний момент, к сожалению, друзья, мы не все можем показать. И даже то, что сегодня происходит в цехах опытного производства в Шабанах под Минском, то, что происходит в Марьиной Горке, это сегодня отчасти закрытая информация, ее нельзя показывать до того, как она будет подготовлена к маме и всеобъемлющей и со всех сторон защищена. И как раз вот этим, пользуясь сейчас моментом, когда многие вещи нельзя показывать, о некоторых вещах даже нельзя говорить, сегодня наши противники будут использовать этот момент для каких-то негативных моментов для того, чтобы очернить технологию. Но опять, друзья, относимся к этому спокойно, относимся к этому с пониманием, потому что то, что мы уже с вами пережили за эти 3 года, то, что мы с вами прошли и тот результат, который имеет, он нам сегодня дает право смотреть на все это свысока, он нам дает право сегодня говорить Юницкому, что Анатолий Доварович, не обращайте на это внимание, люди, которые сегодня вас обливают грязью или люди, которые сегодня вам оппонируют, они в этой жизни ничего не создали. Они в этой жизни могут только молоть языком. Соответственно, исходя из этих позиций, мы сегодня абсолютно четко стоим и можем противостоять всем тем силам, которые будут нам сегодня мешать. А с точки зрения развития проекта, друзья, я сейчас буквально через несколько минут передам слово Алексею Суходоеву. Это уже совсем другой подход, это практическая реализация. То, о чем я сейчас говорил, друзья, это мышинная возня, это буря в стакане воды, это, скажем так, противодействие болтунов с болтунами и те, кто пытается помешать реальному проекту. И, к сожалению, они мешают, они кусаются, это неприятно, но это не смертельно. А вот то, что сейчас происходит и о чем будет рассказывать Алексей, участником событий, которых он был последние две недели, это, друзья, реальная работа. Об этом нельзя говорить, если у тебя за спиной нет конструкторского бюро, которое работает и, соответственно, выдает первокласснейшие чертежи. Нет мощнейшего опытного производства, которое может выдавать любой сложности машины, которая оборудована сегодня по последнему слову техники, включая лазерные резки, лазерные сварки, 3D-принтеры, 3D-фрезеры, которые выполняют работу в 3D-пространстве. Соответственно, первокласснейшая команда конструкторов и инженеров, которые могут выполнять, и мы с вами видели и в Берлине, и в Марьиной горке сегодня, и Юнибайк, и Юнибус, который сделан на высочайшем технологическом уровне. Это тоже, друзья, результат работы. И, соответственно, развитие самого Экотехнопарка, то есть сегодня демонстрационных участков, которые постоянно монтируются, делаются, у нас постоянно идут новости об этом. То есть и смонтирован первый километр, и сегодня монтаж уже идет легкой системы, и грузовой системы, идет изготовление различных видов подвижного состава. Это все, друзья, активным образом сейчас продвигается, но дата, к которой это все будет готово и продемонстрировано, это 1 июля. Отдельные элементы мы с вами будем видеть, то есть показывать, но в общем, в комплексе, дата, которая будет именно определяющая дальнейшую судьбу и дальнейшее развитие проекта Skyway, это 1 июля. И мы ведем отсчет, то есть помните, что на прошлом вебинаре мы говорили, что 95 дней осталось до Экофеста, а сегодня, можно сказать, что 88 дней. Я уже шутил на этот предмет, что как в армии в свое время 100 дней до приказа, и каждый день был определенный боец, который с утра на утренний вред очень громко говорил, сколько дней осталось до приказа, потому что это такая знаменательная дата для тех, кто служил в Советской Армии. Соответственно, мы с вами идем тоже очень такими уверенными шагами к Экофесту. Это тоже черта, это верха в развитии проекта, потому что после 1 июля, друзья, будет совсем другая ситуация, совсем другой этап развития проекта. Во-первых, сразу об этом уже и Юницкий говорил не раз в выступлениях, и на наших директорских и планерках, и телемостах мы говорили, что с очень большой вероятностью, это вероятность 90%, что до Экофеста, то есть где-то в середине июня, будет очередная смена дисконта. Это значит, будет выполнены этапы работ девятого этапа, это значит, обеспечены инвестиции на выполнение десятого этапа, и мы с вами очень быстро перейдем и будем двигаться еще более быстрыми темпами. Соответственно, после Экофеста мы ожидаем еще более интенсификацию и по приходу уже крупных инвестиционных фондов, и по приходу крупных заказчиков. Сегодня они все находятся в стадии ожидания, стадии переговоров. Кто-то входит небольшими инвестициями для того, чтобы посмотреть, как работает компания, но основные крупные сегодня инвесторы и заказчики, они все, конечно, ждут. Мы с вами все продемонстрируем, когда мы покажем о том, что технология отвечает всем требованиям, которые к ней предъявляются, и даже больше. Потому что то, что реально будет продемонстрировано и будет показано, это намного больше, чем сегодня даже могут себе представить те заказчики и те инвесторы, которые ждут продвижения, соответственно, технологий. И вот, друзья, всю прошлую неделю, и вот 29-го, 30-го, 1-го числа была выставка инновационная в Джакарте, вот, где Skyway был представлен очень достойным стендом, где наши ребята и Виктор Бабурин, и Алексей Суходоев, и конструкторы с Мариной, ну, с Минска, вот, они представляли, показывали и провели очень достойную презентацию, были встречи на всевозможных различных уровнях, Алексей вам покажет и сделает очень такой подробный отчет. Поэтому, друзья, почему для нас это тоже сегодня важный момент, что участие в такого рода выставках и общение как раз с заказчиками, с потенциальными инвесторами на такого рода стендах, это уже напрямую работа с теми, кому нужна эта технология. Потому что люди, которые приходят на такого рода выставки и форумы, они ждут, что они увидят что-то новое, они увидят что-то для себя необходимое, и это очень такая хорошая площадка для того, чтобы встречались именно те, кто ищет инновации и решения проблем, и те, кто это представляет. И этот форум показал, что технология SkyWay очень профессионально и качественно представлена, что очень профессиональные люди, которые ее презентуют, показывают, и, соответственно, интерес и спрос на эту технологию постоянно растет. И уровень общения, и уровень тех людей, которые сегодня становятся партнерами и заказчиками на эту технологию, он постоянно растет, растет. И меня нисколько уже, друзья, не удивляет, что молодые ребята, такие как Виктор Бабурин и Алексей Суходоев общаются уже свободно на уровне замгенерального секретаря Организации Объединенных Наций, на уровне вице-президентов государств, на уровне руководителей крупнейших компаний Юго-Восточной Азии. Это, друзья, как раз показывает о том, что уровень технологии и уровень профессионализма ее подачи вышел настолько, что сегодня это становится абсолютно естественным и абсолютно закономерным процессом. И, соответственно, еще один из результатов выставки, это о том, что сразу же завязываются контакты, соответственно, на следующей выставке. Сейчас уже намечено несколько таких форум-площадок на ближайшее время, где будет представлена Skyway. Ближайшая – это вот уже середина мая в Индии будет мощнейшая выставка, вот именно по инновациям. А Индия сегодня становится стратегическим партнером, стратегическим заказчиком на технологию и именно на первые адресные проекты, вплоть до того, что сейчас там проектируется и намечается строительство экотехнопарка именно для Юго-Восточной Азии. Вот, соответственно, этот процесс тоже сейчас набирает обороты. И мы сегодня подходим к тому, что спрос и презентация технологий, оно выходит все на более и более высокий уровень. И, соответственно, уровень делегаций, которые в ближайшее время намечаются уже для посещения экотехнопарка, потому что алгоритм работает, друзья, один сегодня и очень важный. Это первая презентация, там, неважно, где она проходит. Вот, в конце недели у нас будет ряд презентаций во Франции, которые также будет делать Алексей Суходовь, потому что он блестяще владеет французским. Вот, готовится ряд презентаций сегодня уже по африканским странам, которые также франкоговорящие. Вот, это сегодня, друзья, заказчики, которым презентуется технология, которые видят решение проблем, которые у них сегодня есть. Но следующий этап – это работа экотехнопарка. Это то, для чего он создавался. Это демонстрация для того, чтобы все заказчики, все крупные инвесторы приезжали, смотрели и своими глазами сначала видели производство, видели конструкторов, знакомились с генеральным директором и генеральным конструктором, соответственно, компании Skyway. И после этого, уже после демонстрации в Марьиной Горке, принимали решение. И для меня, друзья, абсолютно дико звучит, и я даже стараюсь не поддерживать такие дальнейшие разговоры, когда говорят, вот у меня есть инвестор, там, не знаю, 5 или 10 миллионов долларов, он посмотрел про технологии, он готов инвестировать, давайте договор, давайте, так сказать, это когда посредники это организуют. Я сразу задаю вам вопрос об инвестициях или о больших заказах, если тот человек, который готов рисковать такими деньгами, даже не приехал и не посмотрел своими глазами. Это сразу, друзья, выглядит полным абсурдом. Я дальше это не обсуждаю. И рекомендую вам, кто работает и кто говорит или кто общается, что речь идет о крупных заказах и крупных инвестициях, но те люди, которые принимают решение, не готовы или по какой-то причине не хотят поехать в Экотехнопарк, сразу прекращайте все эти переговоры. Это все пустая болтовня. Потому что мы с вами видели, что Род Хук, это бывший министр Южной Австралии по транспорту, соответственно, как только услышал и увидел технологию, то, что она декларирует, первое, что он сделал, он приехал в Марину Горку. Соответственно, в Минск познакомился с Юницким, с конструкторским бюро и дальше уже своими глазами видел. И сегодня, на сегодняшний момент, из Австралии он уже четыре раза прилетал для того, чтобы общаться, смотреть и дальше продвигать проект. Вот это, друзья, уровень профессионализма. Это уровень подхода. Мы еще видели с вами, друзья, крупные фонды, французские фонды, американские фонды. Рассказывали, что как только они заинтересовались, первое, что они делали, они приезжали в Марину Горку. Мы видели с вами инвестиционную компанию, которую углавляет Али. Это серьезнейший бизнесмен, который является советником руководителя Арабского банка развития. Как только он услышал и увидел и заинтересовался технологией, то на наших глазах это происходило. Первое, что делают, они приезжают смотреть и изучать. Поэтому такого рода форумы, друзья, это завязка контактов, это презентация технологии, это рассмотрение первых адресных проектов. Но следующий этап, друзья, это посещение Мариной Горки, это ошибанное производство, это Минск конструкторское бюро, это заключение соглашений уже за уструнные технологии и дальше разработка конкретных адресных проектов. Другого алгоритма, друзья, просто не может быть. Соответственно, то, что сейчас делается и к чему мы сейчас подошли, что мы создали для этого абсолютно четкую и понятную платформу. Сегодня работающее конструкторское бюро, которое сегодня, к концу года, как Юницкий сказал, как минимум должно удвоиться, а реально утроиться. Сегодня там работает порядка 260 конструкторов. К концу года Юницкий сказал, что должно быть как минимум 500, а реально с учетом адресных проектов 600 конструкторов. Это, друзья, уже крупнейшая инженеринговая будет компания в мире, то есть, соответственно, которая может выполнять такие задачи. Соответственно, будет время, когда будут работать и тысячи, и десятки тысяч конструкторов. Но это, друзья, уже когда будет развитие технологии, когда будет ее применение в адресных проектах. Сегодня, когда идет опытное производство, соответственно, задача это выдать конструкторскую документацию, это изготовить опытные образцы и приступить их сначала к испытаниям, потом к демонстрации, потом к сертификации. И сегодня весь комплекс Skyway, который создан, он отвечает этим задачам. И следующая задача, которая сегодня необходима для того, чтобы этот проект уже реально был живым и четко позиционировался как развивающийся венчурный проект, это заказчики и это инвесторы, которые готовы вкладываться именно в адресные проекты. И сегодня этот пакет адресных проектов, он постоянно расширяется, он расширяется каждую неделю, он расширяется практически каждый день, он обрастает все новыми и новыми партнерами, он сегодня появляется все новые и новые уже участники, которые входят в проект Skyway, причем абсолютно на разных ролях. Поэтому это тоже, друзья, показывает, что проект только-только набирает, соответственно, обороты. И мы с вами, друзья, будем постоянно за этим следить, и мы будем видеть, и здесь как раз та команда, я могу сказать, неутомимых молодых бойцов Skyway, которые живут, ночуют уже сегодня и в самолетах, и в всевозможных вот таких форумах. То есть вот только Алексей сначала улетел в Сингапур, из Сингапура в Индонезию, сейчас прилетел, на этой неделе он вылетает в Париж для проведения крупнейшего такого форума и проведения встречи там в Париже. Сейчас у нас есть партнеры, которые готовят встречу и с мэром Парижа, и с мэром Марселя, и с окружением президента Франции, и с крупными бизнес-структурами, и это как раз вот тоже сейчас будет вот в форуме, который будет проходить в конце этой недели в Париже, это тоже дальше будет активно двигаться. После возвращения буквально будет там неделю или две, по-моему, неделю перерыв у Алексея, дальше следующая выставка уже в Индии, вот, и это тоже очень такой ответственный момент, потому что интерес сегодня в Индии создали настолько большой, уже и заключили соглашение с рядом уже губернаторов и крупных структур, что к этой выставке реально можно ожидать ажиотаж в Индии, и после выставки, которая будет там 12-13 мая, будут уже десятки и десятки очень интересных адресных проектов. Вот, ну а дальше по графику и Алексея, я думаю, что Виктор, может быть, вечером Виктор Бабурин подключится, это о тех дальнейших форумах и площадках, которые будут проходить у нас теперь абсолютно регулярно, и каждая такая выставка, вот в Берлине нас пригласили еще на два следующих форума, на которых дали согласие участвовать, вот на выставке в Джохарте, тоже получили приглашение на этот форум, к которым можно сегодня подключаться, и которые будут полезны для развития Скайвея. И это как раз процесс, который уже начинает набирать такие регулярные обороты, и это то, что будет постоянно сейчас расширяться, и постоянно будет приносить все более и более, ну такой значимый результат. Вот, ну что, друзья, давайте тогда, я не буду больше вас как бы задерживать в том плане, что основные, конечно, сейчас новости, и то, что это вот последнее, то, что Алексей привез из Юго-Восточной Азии, из Индонезии, вот, поэтому, друзья, давайте послушаем Алексея. У него, как всегда, свой очень интересный, оригинальный взгляд, а сейчас, друзья, это уже мнение человека, который участвует непосредственно в переговорах, он сам расскажет, на каком уровне. Он, это непосредственно человека, который ведет постоянные презентации, и дальше еще это вопрос и по построению нашей, соответственно, партнерской сети, то есть это по привлечению тех партнеров, которые сегодня входят в венчурную стадию, которые сегодня на рискованной стадии подключаются к нашему проекту. Это тоже, друзья, очень немаловажная вещь, потому что краудинвестинг, и то, что мы с вами сегодня делаем, его никто не отменял, это сегодня основная движущаяся сила, движущая сила проекта, это то, что мы сегодня, друзья, развиваем, делаем, и благодаря чему развивается SkyWay, и благодаря чему, друзья, у нас есть полная уверенность, что к концу года будет закрыт вход в корневую технологию, будет трансформирована система краудинвестинга, а мы с вами, друзья, выйдем в другую инвестиционную стадию проекта, который будет развиваться. Это тоже, друзья, шаги, которые мы сейчас развиваем, делаем. Поэтому давайте вопросы, по которым в чат можете мне писать, я буду отвечать, а я тогда передаю слово Алексею, он как раз вчера прилетел, ночью с приключениями, я так могу сказать, уже отдохнул, а то спался, и поэтому сегодня он уже... Здравствуйте, дорогие друзья! Благодарю, Сергей Анатольевич! Приветствую! Очень рад всех видеть на своем стационарном кресле, то есть Вячеслав Колье как-то меня спрашивал, ты всегда с собой кресло возишь? Нет, если я в этом кресле, значит, я дома на время небольшое, наверное. Итак, дорогие друзья, с 23 марта мы находились в разъездах, и с 23 марта началась поездка, в первую очередь, с поездки челябинской делегации в Минск, и я хотел бы вкратце осветить, так как не освещал это событие, и высказать свое мнение, именно как челябинца, как жителя этой области, и что, на мой взгляд, из этого всего может получиться. Во-первых, я хотел бы отметить смелость Руслана Усмановича Гатарова и его помощника Александра Шипилова, именно посещение первыми, среди первых губерний Российской Федерации, экотехнопарка. Естественно, визит был спланирован и при посещении еще одного места, то есть посещался Центр Высоких Технологий, именно вот откуда появился Парк Высоких Технологий и Вайбер, и другие IT-стартапы, которые обладают достаточно серьезной капитализацией. Но несмотря на то, что Парк Высоких Технологий достаточно интересное место для посещения, там челябинская делегация пробыла где-то чуть больше часа и потом снова приехали уже на обсуждение на ужин лично к Анатолию Эдуардовичу Юницкому в первую очередь, и мы с Виктором Бабуриным присоединились. И пять часов, друзья, пять часов, даже почти шесть часов находились на экотехнопарке. То есть, как водится, время пролетело достаточно незаметно. Анатолий Эдуардович действительно отвечал на все абсолютно вопросы без тени какой-то утайки, без тени скрытия нашей системы финансирования. И более того, когда мы ехали с челябинскими нашими коллегами в экотехнопарк, то Руслан Усманович высказал такую фразу, что, дорогие друзья, у вас такая мощная система финансирования, какая-то волшебная, что не хотели бы вы также запустить какие-либо стартапы по челябинской области. Естественно, по этому поводу мы будем взаимодействовать, общаться, находить точки соприкосновения. Но в первую очередь я могу сказать, что первый визит состоялся, и это очень серьезное достижение всех нас с вами вместе. То есть тот, кто русскоговорящий и тот, кто развивает проект Skyway по всей России. Мы не просто общались, мы не просто обсуждали технологию Skyway. Кирилл Бадулин приготовил блестящую презентацию. Я думаю, что она с течением времени будет выставлена на общий обзор в полной версии, в полном масштабе. И было рассказано о некоторых проектах на территории Челябинской области, которые уже обсуждались. То есть это МИАС, Златоуст и, соответственно, уже Челябинск-Екатеринбург, как такой вот именно проект ВЕХА. И, как отметил Анатолий Эдуардович, это именно серьезный геополитический проект. Это проект национального и экономического значения для России, ну и, в принципе, для всего мира, потому что он может стать частью нового шелкового пути. И этот проект готовы также рассматривать, когда в 2018 году мы уже покажем скорость хотя бы больше 250 км в час. Почему 250 км в час? Сейчас эта скорость учитывается. Ну, дорогие друзья, потому что основное сравнение идет сейчас с пассажиропотоком, который обеспечивается современным легким транспортом, легковым именно. И, соответственно, если по своему опыту говорить, перемещаться со скоростью 160 км в час, ну, естественно, это нарушение правил дорожного движения, и никто так перемещаться не будет, то можно доехать за полтора часа при большом желании, еще быстрее можно. Но вот именно веха такая временная быстрее, чем за полтора часа, будет считаться эффективной. И, соответственно, пассажиропоток мы уже закладывали не тот, который сейчас имеется, а именно рассчитываемый. И окупаемость проекта порадовала представителей Челябинской области. Я могу сказать, что Руслан Усманович и Александр Олегович спланировали свой визит в походных условиях, и хотел бы отметить именно такой серьезный настрой, то есть буквально с корабля сразу на бал, с самолета они отправились, встретил трансфер, и мы отправились сразу на экотехнопарк, без всяких времени на перекусы, обеды, то есть сразу, как говорится, первым делом юнибайки, первым делом юнибусы, ну и потом, я думаю, что будут уже и юнилеты. И я могу сказать, что вот слушая вообще общение Анатолия Эдуардовича и Руслана Усмановича, Руслан Усманович это действительно один из новых таких визионеров Skyway, и был дан блестящий отзыв. Я думаю, что также представители головной компании обязательно его опубликуют, именно в хорошем качестве, без шумов, потому что на мобильный телефон, когда я его записывал, там слышен шум и треск нашего камина, именно гостевого домика, где уже очень серьезные делегации побывали, и еще очень много делегаций в даже первых трех месяцах побывают уже намечены планы. И Руслан Усманович отметил, причем, я думаю, что он не знаком с отзывом Алла Аль-Шаир, именно о глобальности, масштабности и великой миссии проекта Skyway. И, естественно, он отметил, что проект Skyway будет способен изменить как мировую экономику, так и раскрутить именно экономику Российской Федерации. Мы уже можем добавить, что спасти экономику сможет Российская Федерация проект Skyway. И, так скажем, в руках этого очень серьезного молодого полководца очень такой мощный и технологический проект, который с распростертыми объятиями принял и все рассказал ему в лице самого главного человека, который является создателем и идельным вдохновителем этого проекта. И мы обсуждали два проекта. Это Мяс Златоуст с остановкой на Солнечной долине. Это достаточно серьезный курортный туристический регион, именно как зимний курорт. И в недавнее время там проводился уже как житель Челябинской области, я могу сказать, но по какой-то причине я не присутствовал на этом мероприятии. Но проводился все же чемпионат мира по фристайлу. То есть это сноуборд и другие зимние виды спорта, именно как фристайл. И это очень серьезная веха для Челябинской области, потому что он проводился не в районе Черноморского побережья, ни на каких-либо других, именно зимних курортах Российской Федерации, а именно на Солнечной долине. Планируется там к строительству также где-то полторы тысячи новых малоэтажных зданий. То есть это именно будут домики. И кто знает, может быть это будет также кластер и линейного города, и будут там дома именно уже по технологии Skyway. Время, дорогие друзья, покажет. И сейчас, следующая веха, я вот так вот, так скажем, галопом по Европам пробегусь, потому что визит челябинской делегации при всем уважении к Руслану Усмановичу и Александру Олеговичу, но именно в ходе событий, которые развиваются в проекте Skyway, это уже, вот казалось бы, было чуть больше полутора недель назад, но кажется, что это было два-три месяца назад. Действительно, я могу сказать, от чистого сердца, дорогие друзья, так кажется. И следующая веха, это уже при запуске Юнибуса, и Руслан Усманович сказал, что теоретически может получиться, что мы уже привезем непосредственно господина Дубровского, действующего ныне губернатора Челябинской области. Руслан Усманович сказал, что о проекте он услышал от женщины, я предполагаю, что это Евгения Баклунина, которая бегала и развивала действительно с огромной страстью проект на одной из первых выставок, на которой мы познакомились на тот момент с вице-губернатором, одним из которых сейчас недействующий вице-губернатор. И я могу сказать, что с того момента началась подготовка вот к этому визиту. Прошло более года, когда этот визит состоялся. Я думаю, следующие визиты это уже будет и губерния именно Екатеринбургская, Свердловская и потянется уже вереница других губерний, которые уже не будут первыми, именно первым первопроходцем после Сергея Ивановича Морозова. Но это именно не новейшая история Skyway, это именно преддверие новейшей истории Skyway, потому что я бы хотел разделять то, что было до 2001 года, то, что с 2001 по 2009, и, соответственно, что у нас уже с помощью системы краудинвестинга развивается с 2014 года, именно как идея и математическая выверенная четкая логическая схема системы краудинвестинга, которую подценивают у нас даже представители Челябинской области. Я лично поинтересовался у Руслана Усмановича не против ли, что мы будем освещать их приезд на наших вебинарах, на наших мероприятиях, конференциях. Он сказал, что мы нисколько не скрываем, и мы, наоборот, абсолютно за, чтобы вы освещали. И я хотел бы, дорогие друзья, вот в своем стиле отметить, посмотрите, какой блик солнца, вот именно эта случайная фотография была сделана, и все фотографии, которые в этом ракурсе сделаны, вот как раз-таки солнце проглядывает из-за мужественного плеча Руслана Усмановича. Возможно, это какой-то символ, дорогие друзья, я вот на этом, я как раз-таки хотел бы остановить свой рассказ про челябинскую делегацию. Потом я отправился уже с Минска через Москву в Сингапур. На Сингапуре я не буду сильно останавливаться, но могу сказать, что Сингапур пошел со Стефаном Бодзером, нашим первым и самым быстрым топ-экспертом, мы пустили именно раски краудинвестинга по технологии Skyway и открыли Сингапур. Там мощнейшие лидеры к нам присоединились, причем у одного из лидеров так совпало, что он увольнялся и закрывал свою фирму, пожидает приход в районе 200 тысяч долларов и, естественно, большую часть из этих средств он планирует инвестировать в Skyway. Огромная, так скажем, работа была предварительно проделана Стефаном Бодзером и потом уже тоже абсолютно без отдыха, без заезда в отель, потому что у меня был всего лишь день в Сингапуре, но за этот день прошло где-то три встречи и я думаю, что, дорогие друзья, у нас скоро начнутся вебинары англо-китая говорящие, так скажем, потому что Джон я обязательно покажу на будущих вебинарах и мы будем обязательно общаться об этом замечательном мужчине, я не назвал бы его парнем, хотя выглядит он как молодой парень, ему 60 лет, а выглядит он на все 40. Есть у него свои секреты, свои продукты и Джон присоединился к нам, несмотря на то, что в другом проекте под его женой сети в десятки тысяч людей, такие люди собственно сейчас к нам присоединяются. Если говорить про того второго лидера, который закрывает свою фирму, мы общались про Майенмар, Майенмар это регион, в котором вот совершенно несколько лет назад закончились военные действия, то есть там были, нет, Гатарову не 60 лет, я не говорю не про Гатарова, я говорю Олег про Джона Сингапура, то есть про Руслана Усмановича мы уже с его позволения прекратим на этом вебинаре говорить, потому что хотелось бы поведать очень много новостей, в первую очередь я хотел бы поведать именно с Индонезии, с Джакарты. В Сингапуре я могу сказать, что мы будем также выходить на адресные проекты во всей Азии, и как я и говорил, дорогие друзья, в 2016 году еще середина я начинал говорить, что 2016 год у нас год такого шествия Skyway по Европе, и мы как русскоговорящие партнеры подвыдохлись, и инвестиции уже в принципе по среднему чеку инвестиций не такой объем, как хотелось бы, благо к нам присоединились европейцы, и сейчас я могу сказать, что в 2017 году в принципе как я и говорил, то есть наверное прогноз краудинвестинга мой сбывается, и в 2017 году начнется шествие и уже началось по Азии, и это будет плотная такая синергичная работа как краудинвестинга, так и адресных проектов, ну и я могу сказать, что мы будем создавать очень жесткие правила, очень жесткие требования для именно наших активистов, сподвижников, партнеров по краудинвестингу, если касаться именно Индонезии, если касаться Вьетнама, если касаться в Филиппинах, на Филиппинах чуть-чуть попроще, но мы будем корректировать юридическую схему, чтобы не возникло ни одного вопроса вообще вот этого синхронного развития адресные проекты и сеть краудинвестинг, то есть это ни в коем случае не должно друг другу мешать и мы не будем использовать такие слова как инвестиции, мы не будем использовать такие слова как инвестирование, то есть это уже будет как поддержать вместо инвестировать проект Skyway и поддержка проекта Skyway. Остальное все, как говорится, mouth to mouth, то есть от человека к человеку, от аркта рту и эту концепцию нам поведал один очень мощный предприниматель, бизнесмен, о котором я в конце обязательно вам поведаю. И день я провел в Сингапуре, дорогие друзья, как я сказал, очень успешно, сразу вылетел в Джакарту, полет был долгий, и Виктор Бабурин, и Анастасия Лейко, и наши замечательные инженеры Евгений и Андрей, и я могу отметить блестящую их работу, блестящие технические знания, консультирование по всем вопросам, ну и собственно мы уже технически подкованы. Вы видите на фотографии нового человека, который совершенно внезапно влился в команду тех, кто рассказывает посетителям выставки о технологии Skyway, это Владимир Лазовский, я думаю, что Владимира вы тоже не раз увидите, мы с Владимиром установили некоторые уже планы по взаимному развитию, посмотрим, возможно, даже также Владимир будет давать и английские вебинары, так как у него отличный и блестящий английский язык, понимание менталитета иностранцев, так как долгое время он проживал и живет в Таиланде, ну и до этого он достаточно долго жил в США. С позиции и с подачи Аркадия Бирюкова, нашего активиста по Екатеринбургу, контакт бывшего директора ООН и главного, так скажем, сподвижника и посла по климатическому изменению в Южной Корее господина Чанга, была подготовлена эта встреча, Виктор Бабурин был еще в пути, мы уже соответственно приехали с Сингапура, где-то день посмотрели Сингапур и я не ездил намеренно по всяким туристическим монументам, памятникам не было абсолютно такой цели, потому что все-таки мы находимся не в отпуске и не в отдыхе и мы в первую очередь вкусили именно загрязненный воздух и опробовали все, что можно виды транспорта в Джакарте. Я могу сказать, что этот город, который имеет население более 10 миллионов, то есть 20 миллионам приближается население и на человека по несколько машин иногда приходится, ну и я не говорю уже про скутеры, про мотобайки, огромное количество пробок и меня вот поразило, меня удивило и мы будем выстраивать конкретную стратегию развития с нашими индонезийскими партнерами, когда мы будем говорить не об инвестициях, не о возможности, которые бывают раз в сто лет, а о возможности снять маски, которые люди вынуждены надевать именно чтобы не вдыхать полной грудью, а хотя бы через маску вот этот загрязненный воздух. Я находился целый день в Джакарте, то есть у нас тоже были определенные встречи по развитию инвестпроводящей системы и я задал такой вопрос проходящим, я думал, что может быть какая-то эпидемия, я думал, что может быть какая-то болезнь гуляет по Джакарте и спросил у людей, которые одевали маски, почему вы в масках, они сказали посмотрите сколько машин, сколько автомобилей и мы не хотим вдыхать этот воздух. Вот это основная идея, дорогие друзья, попомните мои слова, она станет основной вехой, строй Skyway и как вот когда-то пошутил Стефан Бодзер спасай здоровье, вспоминая именно вот такие вот бурные отмечания наши после одного из одной из делегаций экотехнопарка именно европейских и для них была удостоена честь общения лично с Анатолием Эдуардовичем Юницким, но строй Skyway спасай здоровье здесь обретает этот слоган четкие очертания и даже мы с Виктором Игоревичем Бабуриным думали представить на слайдах, ну так как естественно это концепция в виде маркетинга буквально когда я приехал в Индонезию в Джакарту и увидел это все своими глазами была сформирована но были даже мысли сделать определенные слайды с перечеркнутой маской либо на маске наш логотип Skyway и строй Skyway спасай здоровье мы действительно и я это опробовал дорогие друзья это работает как часы это работает на 100% и используйте пожалуйста это в тех регионах где действительно смог и загрязнение окружающей среды когда вас будут спрашивать чем вы здесь занимаетесь мы здесь чтобы развить транспортную технологию которая вас спасет ваше здоровье тогда огромный интерес огромный интерес возникает у людей к нашей технологии и я специально проводил и в автобусе я вот поездил на этом PRT Public Rapid Transport это далеко не быстрый транспорт потому что автобус казалось бы перемещается по выделенной линии представьте себе но однажды он все равно встает в пробки и когда открываются двери все равно люди несмотря на то что переходят из терминала в терминал из станции в станцию когда проходят по вот этим именно сооружениям постройкам тоннелем со станции на станцию именно автобусную второго уровня и это более сложное сооружение более дорогостоящее чем строить нашу технологию Skyway далее уже мы пообщались по поводу того что вообще вот почему в Джакарте установлены опоры и они брошены планировался на самом деле строительство монорельса но из-за смены политических групп и из-за некого конфликта этот проект был заброшен и зато это складывает понимание что четкое видение что технология транспортная должна уходить на второй уровень в Джакарте есть ну и собственно я начинал говорить про Аркадия Бирюкова и Владимира Лазовски Владимир вел господина Чанга именно по письму именно с подачи в первую очередь Виктора Игоряча Бабурина то есть Виктор этот процесс контролировал как зам директора ЗАО струнные технологии как директор по развитию по маркетингу и по связям с общественностью то есть все эти направления Виктор Игоревич сейчас именно формирует дополнительно и контролирует уже существующие чтобы поддерживать эти процессы и эта встреча состоялась я считаю на достойном уровне мы все совместно и это именно командная работа и Андрей и Евгений и Владимир и Анастасия и я мы провели блестящую встречу я думаю что в этом году мы увидим посещение главного так скажем евангелиста по именно изменению климата по защите окружающей среде господина Чанга мы увидим уже на территории экотехнопарка он посоветовал несколько нам способов выхода на венчурные фонды Южной Кореи посоветовал также маркетингово несколько подкорректировать и будут созданы уже я думаю что брошюры непосредственно по транспорту отдельному то есть отдельно городской пассажирский отдельно грузовой отдельно высокоскоростной отдельно юнибайки как дойдут руки у отдела маркетинга обязательно это будет сделано и он готов лоббировать готов продвигать готов помогать но дорогие друзья когда бывший директор ООН и я думаю что вы логику бывших понимаете потому что Ротхук у нас бывший министр транспорта развития инфраструктуры Южной Австралии вот сейчас бывший директор по направлению изменения климата и с его подачи была подписана именно вот этот пакт об изменении климата который более сотни стран подписали в 2014 если не ошибаюсь или 2013 году в Париже это конвенция об изменении климата вот как раз господин Чанг принимал в этом участие ну и дорогие друзья давайте пройдемся по трем дням выставки то есть это действительно я могу сказать по сравнению с инотрансом и если вот сейчас меня спрашивать про инотранс и Индонезию Джакарту инотранс был разминкой дорогие друзья там огромное количество контактов у нас было получено была выставлена в первую очередь именно действующая машина действующий образец один к одному здесь у нас не было один к одному модели ездили модели один к десяти но наш стенд был одним из самых лучших и сразу был виден когда вы заходите в Д2 именно терминал и раздел выставочных стендов где представлен именно транспорт наши соседи были бомбардир и я думаю что вы помните эту компанию по инотранс 2017 и там был огромнейший стенд здесь был более такой компактный более мирный стенд и про бомбардир обязательно расскажу когда буду рассказывать про делегацию национальной ассоциации железнодорожной индонезии как они нам помогли то есть это действительно тоже вот помощь одной транспортной индустрии своей конкурентной другой было очень много дорогие друзья посетители мы уже работали по новой схеме именно записывание контактов на определенном листочке и у нас было разделено адресные проекты потенциальные инвестиции венчурные фонды либо просто контакт и на этой выставке я могу сказать родилось несколько адресных проектов как минимум 4-5 адресных проектов из них два крупных могут быть начать к реализации в этом году дорогие друзья естественно покажет время естественно много факторов которые могут на это повлиять но главный результат этой выставки что чисто как инфраструктуру нужную Индонезии и определенные органы отвечающие за регулирование транспортной индустрии как железнодорожной так и что вот монорельс пытались сделать так и вот PRT и LRT это скоростной транспорт все эти технологии которые сейчас реализованы в Индонезии они не отвечают требованиям не отвечают стандартным современной цивилизации современной эпохи более того я могу сказать что в октябре будет в Индонезии также проведена очередная выставка выставка на которую приедут фактически все министры Индонезии и не с простой миссией а с миссией именно сформировать такой манифест стратегию по развитию по развитию Индонезии в ближайшие года как мы говорили дорогие друзья я сравнивал Индию то что сейчас это третья четвертая экономика Индонезия примерно находится на таком же месте именно переходном но с применением технологии Skyway сразу на лидирующей позиции как минимум в первую тройку могут ворваться эти развивающие страны и Индонезия это более такой цивилизованный район и несмотря на то что Джакарта огромнейший город который соседствует и с небоскребами и с трущобами но все-таки я могу сказать что в этом городе деньги есть и деньги на инвестиции именно в технологии Skyway также имеются я могу сказать что нам предоставили возможность и попросили нас вступить именно в международную европейскую организацию общественного транспорта это веха именно такая вот серьезная веха именно первого дня про выставку с министрами я уже сообщил и мы обязательно планируем участвовать в этой выставке уже более серьезно подготовиться и к рабочим заседаниям по освещению адресных проектов которые я думаю уже на тот момент будут вовсю идти потому что на выставке в Индонезии нас вообще стахановскими методами просто был выполнен и перевыполнен план то есть не просто на 100% на 200 на 300% я думаю что выполнен был план и вы прекрасно понимаете и возможно заметили что иногда Сергею Анатольевичем мы стараемся добавлять к нашим вебинарам именно такой эмоциональной краски но этот вебинар дорогие друзья хотел бы построить чисто на сухой полученной информации на сухих четких выверенных результатах никакой отсебятины только факты только достижения этой выставки также было общение с катарцами то есть в Катаре также я непосредственно введу переговоры вот на на этой на этих днях до Парижа я обязательно пообщаюсь с человеком с которым познакомился внимание по инстаграму и эту среду мы будем изучать в будущем более возможно какие-то тренинги организуем то есть обсудим потому что это очень серьезная тоже среда социал медиа которая позволяет захватывать очень серьезные контакты и человек который также привлекал как и Алла Альшеир достаточно серьезные инвестиции в инфраструктурный бизнес который является блестящим продажником говорит мне что уже провел с 20 крупными компаниями переговоры во время моего пребывания в Индонезии в Джакарте ну и собственно катарцы когда услышали что тоже движение идет они опять же сообщили насчет предстоящего чемпионата мира по футболу насчет проблемы пробок несмотря на то что у них не такая большая территория и в ДОХе огромные проблемы пробок контакт получен отдел адресных проектов департамент адресных проектов блестящим и талантливым руководителем которого является Кирилл Бадулин обязательно будет связываться уже с катарцами благо маркетинговая система именно фиксирование информации она уже была усовершенствована после выставки инотранс и мы как именно люди доносящие информацию общающиеся с различными делегациями именно на выставке Railway Tech 2017 в Индонезии в Джакарте также я могу сказать выросли не на одну а на две головы потому что фактически ни одного ни одного контакта дорогие друзья мы не потеряли огромная благодарность Владимиру Лазовске так как он упрочнил нашу команду и самое главное на этих выставках действительно все кто приходит на стенд чтобы все получили обратную связь чтобы по всем стало понятно чем он занимается хочет ли он реализовать адресные проекты в Индонезии с какой-то другой стороны и мы ввели новую практику я думаю что головная компания представители головной компании именно подготовят такой обзор пресс-релиз более 15 отзывов с различных точек земного шара представители на нашем стенде мнение с эмоциями с задором уже после того как впервые или не впервые узнали технологии Skyway отзывы эти полученные они будут представлены я искренне надеюсь что они будут размещены на официальных ресурсах нас снимал на первый день какой-то индонезийский канал и настолько мы раскрутили маховик энергию и заряд нашей команды что просто за руку брали пресс-службы и говорили что вот здесь инновация это поднимет ваш рейтинг канала пожалуйста придите снимите и не было никаких сопротивлений не было никаких таких вот высказываний что нам надо платить как я сталкивался допустим на выставке в Москве в декабре и естественно там разговор мой с данной пресс-службой заканчивался пришли сняли и дали свой отзыв также технологии Skyway присутствовал на нашем стенде в первый день также вот вы видите это именно представители одного из одной из транспортных служб именно вот с Министерства транспорта Индонезии относящейся к Джакарте присутствовали с Кореей присутствовали с Францией с Италии делегаты представители и я думаю что вся выставка к нам сходила на стенд неоднократно и что очень немаловажно мы пообщались и с Владимиром Лазовским и Виктор Бабурин и я непосредственно пообщался с одним из ведущих также футурологов мировых то есть не только мы с Сергеем Анатольевичем говорим про футурологию и главным футурологом и визионером технологии Skyway является Анатолий Эдуардович Юницкий но и посол Южной Африки который лично знаком с Илоном Маском и пообещал нас связать с Илоном и уже рассказать о нашей технологии не знаю плохо ли это или хорошо но как говорится если человек что-то задумал если даже его отговаривать то сложно сложно будет остановить человека такого уровня но он заинтересовался самой технологией он заинтересовался возможностью также участия в проекте поддержки в проекте и я могу сказать вот сейчас наверное на этих слайдах да на этих слайдах наверное я не подготовил на вечернем вебинаре обязательно включу и также мы взяли контакт также и отдел адресных проектов и непосредственно пресс-служба будет связываться непосредственно с послом Южной Африки то есть это достижение дорогие друзья лишь первого дня лишь первого дня и в первый день также мы получили очень серьезный контакт по индонезийской сертификации далее нам уже наши партнеры сказали что это все процессы которые улаживаются главное как говорится иметь direct contact то есть прямые контакты именно тех конкретных людей которые отвечают за внедрение проектов за продвижение подобной технологии и только в первый день мы еще думали что Виктор Игоревич Бабурин полетит в Сурабаю потратит целый день как на следующий день мы узнали о том что наоборот представители Сурабаи поедут к нам а не мы к ним это тоже дань уважения и дань именно оценки времени и оценки важности присутствия именно и проведения дискуссий переговоров именно на стенде Skyway то есть я могу сказать дорогие друзья это огромнейший инструмент выставка и давайте к выставке которая пройдет если не ошибаюсь с 10 по 12 число именно уже в Дели в Индии готовится по контактам очень серьезно и очень ответственно 10-12 мая в Дели пройдет выставка Smart Cities и я могу сказать те кто подготовились по контактам получили полную реакцию и полную обработку не побоюсь этого слова если это крауд инвестинг и если это серьезные люди мы с Сергеем Анатольевичем непосредственно готовили очень серьезные контакты о котором я расскажу уже в конце вебинара и я могу сказать что все сработало и сработало именно потому что это реальные полевые условия выставки поэтому мы еще не раз поговорим и я четко пошагово представлю вам тезис на ту стратегию проработку тех контактов которые необходимо подготовить на ближайшую выставку 10-12 мая в Индии и собственно если говорить про проект Сурабай мы обсудили с нашими коллегами проект по Сурабай но помимо этого пришли представители одной из строительных фирм и сказали что им необходим один километр один-два километра также это все успешно будет передано в отдел адресных проектов Кириллу Бадулину и сказали что сравнивали с Допельмайером по цене по скорости их абсолютно не устраивает канатная дорога поэтому они восхищены и хотят применять технологию Skyway и обратились уже по конкретному адресному проекту это еще до визита конкретной делегации с Сурабай там также обсуждались адресные проекты но об этом я не в курсе потому что это пока что закрытая сугубо информация и соответственно это уже информация будет раскрыта чуть позже еще также Виктор Бабурин провел общение и причем это контакт от одного из активистов с техподдержки Skyway Capital Денису огромная благодарность он дал контакт одного из венчурных фондов Индонезии была успешно проведена дискуссия они очень сильно зашевелились как услышали что мы будем по Индонезии работать естественно с местными компаниями и один из участников этой делегации как раз таки это один из директоров строительной и второй по именно металлургии компании то есть они очень сильно заинтересовались я думаю что успех и результат этих переговоров также не заставит себя абсолютно ждать также во второй день и второй день это были уже такие более массовые серьезные именно переговоры с различными представителями которые вообще не знали технологии Skyway огромное количество контактов и визиток было обработано получено информация вся скомпонована и будет уже отделом маркетинга обрабатываться я думаю что ни один не два а все три месяца и уже будет наслаиваться выставка на выставку я более чем уверен что отдел маркетинга тот кто обрабатывает всю эту информацию связывается нужно будет расширять потому что сейчас уже даже Виктор Игоревич Бабурин говорит о том что он чувствует необходимость появления и выращивания своего зама потому что уже в своих поездках он не может одновременно находиться к сожалению в Минске и в Минске кто-то должен продолжать контролировать процессы ну и я могу сказать что сейчас ситуация и процесс происходит таким образом что у нас Индия у нас арабские страны у нас Индонезия сейчас присоединилась и все это такие близлежащие регионы возможно даже Виктор Игоревич мечтает что куда-то ему нужно будет переместиться либо в Азию либо в арабские страны именно поближе к очагу адресных проектов ну и я могу сказать дорогие друзья с этим бы поспорил потому что очаг адресных проектов у нас будет абсолютно по всей планете и Виктору Бабурину скорее всего просто придется вырастить нескольких таких как он ну и в принципе сейчас активисты я думаю вы замечаете растут и те кто проявляет свою инициативу посещает выставки помогают на стендах собственно я думаю что они не будут не замечены и каждый получит по своим заслугам каждый получит по своим успехам и стремлениям вы видите справа наши партнеры именно уже серьезной делегации серьезной делегации государственного масштаба Индонезии и справа находится именно так вот так скажем участник семейного бизнеса индонезийского то есть его родственник Дина и вот этот замечательный Индонез то есть чуть больше 30 лет ему насколько если не ошибаюсь они чуть больше года общаются с Кириллом Бадулиным и когда сообщили что будет выставка в Индонезии без всяких вообще вопросов сказали что мы вам будем помогать мы обеспечим вас провизией до питьем мы поможем сделать стенд мы поможем найти компанию которая делает стенд встретим разместим все что пожелаете мы хотим здесь заниматься в Индонезии именно Skyway и если собственно уже закрутится с выставки по адресным проектам то будем только рады и счастливы взаимодействовать кооперировать и помогать и я могу сказать что они по праву будут входить в эту команду которая будет развивать Индонезию ну и 31 марта дорогие друзья это уже предпоследний день он еще был более серьезный то есть 31 марта нас уже посетила делегация активистов по Индонезии именно крауд инвестингового направления то есть вы видите такие вот пола подготовились наши коллеги индонезийские пола с вышивками все как надо Skyway string transport и они будут уже доносить технологию Skyway не в плане инвестирования я буду это четко контролировать по всей Азии а в плане уже донесение информации по экологии по снятию и выбрасыванию прочее вот этих вот масок которые надевают люди и вынуждены таким образом защищаться от смога и под популяризацию именно самого технологичного самого выгодного именно стартапа венчурного стартапа не будет такой логики как возможность раз в сто лет не будет такой логики как инвестируй сегодня так как финансирование корневой кампании будет закрыто в этом году именно для Азии потому что там свои законы свои понятия и этим законам и понятиям мы обязаны следовать очень много дорогие друзья было было интереса от различных студентов то есть вот вы справа видите это один из институтов на территории Индонезии никогда азиатов не поймешь какого они возраста потому что достаточно молодо выглядят и мы с Виктором шутили что никогда бы не подумали 4 года назад что будем вести целую лекцию для студентов различных университетов Индонезии и собственно вот на этой выставке это все произошло студенты с огромнейшим интересом слушали вы видите уже рекордные показатели по посещению то есть это где-то 60 человек одновременно находились бомбардир просто открыв рот смотрели и я думаю что они так же думали как наши коллеги соседи по стенду на инотранса что же у них за директор по маркетингу а что же у них за секрет ну секрет дорогие друзья в поддержке проекта именно вот если говорить уже венчурной терминологии со спецификой Азии то есть эти люди поддерживают проект и они ярым желанием именно со всем стремлением развивают проект Skyway по Индонезии со всей Индонезии это островное государство съехались более 30 где-то людей лидеры и Эдвин Сору именно региональный лидер предводитель так скажем именно краудинвестинга на сегодняшний день это один из главных региональных лидеров собрал и мы дали информацию я думаю что через 3-4 месяца именно уже следуя этим жестким правилам будет проведена более массовая масштабная конференция где мы будем рассказывать об самых главных аргументах о проведенных переговорах о результатах строительства об экологичности транспорта вот это вот будут дорогие друзья основные вехи развития Skyway на территории Азии и уже 31 марта я могу сказать дорогие друзья вот помимо вот этих многочисленных делегаций студентов и будет обязательно видео я планирую вообще вот я на GoPro снимал всю командировку свою Сингапур а потом обязательно ссылку дам когда первое видео монтажер смонтирует я думаю что будет очень интересно от первого лица посмотреть и поприсутствовать на командировке то есть это такой вот новый формат именно популяризации тоже с моей стороны проекта Skyway потому что эти видео мы будем очень серьезно прокачивать с помощью рекламы чтобы максимальное количество людей узнали о проекте Skyway и об его развитии и уже на 31 марта обсуждались конкретные такие масштабные адресные проекты была проведена встреча с Русланом и это человек который занимается серьезнейшим инфраструктурным бизнесом Сергей Анатольевич Сибиряков мы с Сергеем Анатольевичем готовили эту встречу три месяца чтобы Руслан просто изъявил желание поприсутствовать на этой выставке на нашем стенде и если в первый раз Руслан посетил именно с желанием посмотреть что же тут происходит то уже 1 апреля были подготовлены серьезнейшие контакты о которых я расскажу позже Руслан я могу сказать это в будущем ближайшем один из директоров и учредителей управляющей компании по Индонезии управляющая компания по Индонезии сейчас в планах учреждаться непосредственно в Индонезии и блестящая команда у Руслана то есть это Мадина очень мощный юрист очень мощный специалист в области права именно в подготовке инфраструктурных проектов и Руслан уже пришел с конкретным проектом примерно на 140 километров на одном из островов и там они видят уже пообщавшись и подискутировав с коллегами основным транспортом именно технологию Skyway то есть проект согласован проект готов и сейчас уже осталось дорогие друзья согласовать и конкретно включить проект Skyway в этот проект в плане расчета в плане подготовки технической документации извиняюсь чуть-чуть это после после поездки приболел поэтому могу немножко гундосить и соответственно Руслан уже всеми силами готов не просто помогать будет сформирована индонезийская управляющая компания и мощной командой начнется развитие лоббирования и полная подготовка адресных проектов на территории Индонезии то есть первый проект который я хотел бы сказать это 40 плюс 60 плюс 40 это соответственно различные трассы я говорю про километры на одном из островов Индонезии но если говорить про другие острова Индонезии то я могу сказать дорогие друзья что потенциал у Индонезии огромнейший просто потому что нас посещал и к нам приходил просто девелопер директор одного из строительных агентств сети строительных фирм которая является застройщиком одного из островов название сейчас я не буду называть так как это закрытая информация также будет передана в отдел адресных проектов и там они в течение нескольких месяцев планируют это все презентовать непосредственно мэру этого острова так как он любит удивлять президента Индонезии и любит получать инвестиции от государства чтобы реализовывать серьезные проекты проект Skyway там тоже может пойти там собственно километраж я думаю тоже будет не маленький и соответственно интерес огромнейший будет проявлен и даже если этот директор не пролоббирует этот проект Руслан с его командой рано или поздно доберутся и до этого острова потому что с этого острова со 100 с площадью проекта 140 километров начнется дублицирование проектов по всей территории Индонезии именно потому что началась эра адресных проектов на территории Индонезии вот так внезапно когда мы в первый раз присутствовали казалось бы первый наш опыт именно такого конкретного face to face лицом к лицу взаимодействия с посетителями нашего стенда и с потенциальными заказчиками приобретателями наших адресных проектов потенциальными крупными инвесторами успех был как я говорю и говорил и буду говорить не на 100% выполнен а на 200 на 300% дорогие друзья я могу сказать что Руслан блестяще выполняет свои задачи и если Алла Аль Шаев показал свою компетентность и свою силу свою именно профессионализм в поездке Виктора в Дубай то Руслан уже на следующий день именно 1 апреля подготовил очень серьезные визиты и также мы будем обсуждать конкретный социальный инфраструктурный проект так называемый золотая деревня который будет реализовываться на территории всей Индонезии и каким-то образом соответственно нужно все острова соединять с огромным интересом слушали и транспортники Индонезии и все фактические делегации что мы сможем делать пролеты до трех а в будущем как говорит Анатолий Эдуардович до пяти километров без всяких промежуточных опор то есть это все что начнется с 200 400 200 вот уже в ближайшем времени и на Экофестивале на Экофестивале мы обязательно это продемонстрируем я могу сказать что Руслан доказал свою компетентность вот вы видите справа этот замечательный бравый русский богатырь и это человек который говорит на русском языке это человек который говорит на шести языках если не ошибаюсь это очень серьезный профессионал очень серьезный переговорщик это человек который может сколотить сформировать по любому проекту команду вот сейчас Руслан в нашей связке именно проектов Skyway по Индонезии и уже на следующий день была организована встреча с комитетом национальной экономики и промышленности Индонезии непосредственно с подачи Руслана так как они утверждают какие инфраструктурные проекты будут реализовываться на территории Индонезии и как говорит Руслан 9 шагов необходимо всегда согласование пройти и мы эти согласования пройдем с поддержки нужных комитетов нужных людей намного быстрее чем кто-либо и даже таким образом сделаем чтобы независимости от смены политических группировок мы соответственно смогли продолжать наш проект и все равно у нас базис основания были бы обеспечены независимо от каких-либо политических изменений это действительно радует дорогие друзья и это действительно говорит об огромном профессионализме Руслана и всей его команде и вот справа вы видите ну вот пожалуй исключая нас с Виктором вот это вот все люди которые будут непосредственно по Индонезии по управляющей компании работать видите вот та замечательная хрупкая девушка женщина Мадина является я повторюсь огромнейшим профессионалом и Виктор просто на высочайшем уровне с ней провел переговоры именно как профессионал юрист международник и сейчас уже схема по управляющей компании в соответствии с законами Индонезии была полностью выстроена я могу сказать что Skyway в Индонезии все пошел и это необратимый эффект сейчас будет развиваться все более серьезно и серьезно ну и соответственно я могу сказать уже как спонтанное такое явление и одновременно у нас происходило наслоение если на инотрансе я может быть чуть-чуть не был может быть подготовлен к такого рода именно спонтанных переговоров и когда одни переговоры наслаиваются на другие и даже с Русланом Усмановичем немножко я так скажем в смятении общался так как на тот момент для меня это было серьезнейшее общение то после переговоров с бывшим директором ООН с господином Чангом после параллельных переговоров на выставке когда Виктор общался с национальной ассоциацией именно Индонезии железнодорожная ассоциация параллельно я общаюсь с министром энергетики даже не не зная преждевременно что это министр энергетики дорогие друзья это говорит о том что команда на стенде действительно отработала на 200 на 300 процентов и исход результат этих переговоров Виктора соответственно это в ближайшем будущем как вы видели в новостях меморандум меморандум of understanding то есть именно протокол о намерениях ближайшего развития наших проектов и технологий Skyway на территории Индонезии и Руслан именно как человек чувствующий инфраструктуру и чувствующий непосредственно законы понятия в инфраструктурных проектах потому что там нужно я не побоюсь этого слова жить по понятиям иначе быстро вытеснят общаться нужно с нужными людьми и соответственно Руслан отметил что это да серьезный контакт и вы уже даже начинаете делать то что мы планировали делать достаточно быстрее ну и завершая уже мой монолог вкратце это голопом по Европам дорогие друзья потому что о выставке Джакарте можно рассказывать наверное целый день я хотел бы подытожить что к нам непосредственно это первая линия Стефана и Стефан как наш Sky Коми Войажор Sky Тревелер потому что Стефан сейчас путешествует по различным странам и прилетел он не побоялся с Нью-Йорка то есть более 45 часов он провел в дороге в Сингапуре мы с ним провели переговоры потом сразу в Индонезию и соответственно он за свои деньги привез Жана Ян Ян Фрост это очень серьезный маркетолог очень серьезный директор ряда в прошлом ведущих и продуктовых и MLM компаний именно как директор по развитию то есть это не просто сетевик это во-первых доллару миллионер такое вот именно понятие которое как клише некоторые наши партнеры используют как именно статус человека для меня дорогие друзья это ничего не значит главные опыты я просто раскрыв в рот слушал его монолог где-то 15-минутный об его опыте в MLM потом в продуктовом маркетинге также он поведал что можно развивать в технологии Skyway новые виды батарей аккумуляторов Андрей подтвердил что наши инженеры зао струнные технологии подтвердил что эти батареи интересны и соответственно сейчас я могу сказать дорогие друзья что вот уже фактически сеть рождает составляющие комплектующие для зао струнные технологии и Ян сказал что с удовольствием свяжет при необходимости потому что там очень интересные технологии мы будем на этом останавливаться в будущем очень компактная и некомпактная при необходимости составлять максимальную емкость аккумулятора и фактически вот такая пластиночка и я могу сказать что Тесла были одни из первых кто начали только первые поколения их аккумуляторов использовать до сих пор используют и выдают за свои вот с человеком такого уровня мы начали как строить сеть так и в Индию он обещал привести крупных крупнейших инвесторов и уже работать по адресным проектам и также я могу сказать что познакомился с интересной девушкой Анной мы уже с ней непосредственно пообщаемся сегодня я буду вести переговоры тоже интереснейшее направление майнин ойл индустрии то есть все что как раз касается грузового направления городского пассажирского направления технологии скайвей русскоговорящая девушка которая переехала в Москву сейчас операционный директор одной из инвестиционных инфраструктурных компаний также будем взаимодействовать ну и я могу перечислять очень долго очень много сколько вообще положительных моментов сколько вообще положительных моментов как для зоо струнной технологии то есть головной компании для нас всех с вами в плане развития адресных проектов так для инвест проводящей системы так и пул именно профессионалов своего дела и ян будет нашим таким нештатным консультантом который будет нас консультировать по рынку Азии он предложил не называть допустим крауд инвестинг даже называть маркетинг of relationships то есть маркетинг отношений маркетинг бизнеса то есть мы будем заменять формулировать юридически корректировать понятия в нашем личном кабинете именно с поддержки мощнейших консультантов которые готовы дорогие друзья доказывать несмотря на то что они являются долларами миллионерами но без тени сомнений как и Руслану в начале в первый день я непосредственно сказал что Руслан Алла Аль Шаир среди тендера среди десятка кандидатов на рынок по Арабским Эмиратам прошел этот отбор и сейчас является одним из тех кто формирует работу по привлечению инвестиций по развитию адресных проектов на территории арабских стран ты можешь оказаться в числе тех ну и естественно мы вначале общались на вы и потом иногда переходили на ты иногда снова на вы но я как человек уважающий возраст уважающий опыт всегда буду общаться если по-другому не скажет Руслан с Русланом на вы потому что опыт действительно поражает и это уже даже не возраст рода хука это более молодое поколение но человек который провел за границей более 15 лет имеет огромнейший опыт во всех странах и сейчас работает в команде Skyway это огромнейшее приобретение для всего проекта Skyway ну и Ян Фрост вы видите что я его сравнил с таким Брайаном Трейси по виду то есть именно такой прозападный идеолог активист предпринимателей высочайшего класса и он готов доказывать он готов показать что с нуля он Skyway может выстроить гигантскую как структуру так и большое количество инвестиций привлечь в общем я вам могу сказать дорогие друзья что эти дни с 23 марта по возвращение уже в наши города и вот эти 4 дня выставки для Skyway были прожиты абсолютно невзря ну и по логике то что мы открыли рынок в Индонезии Bundun Skyway and Den Salamatken Planet что в обиходе индонезийском значит строй Skyway и спасай планету записал я еще как будет по китайски но о китайском рынке мы уже будем говорить на китайских вебинарах которые я думаю уже после моего возвращения с Парижа начнутся это будет уже формат англо-иностранные вебинары то есть к сожалению пока китайцев у нас русскоговорящих нет но я могу сказать что Сергей Анатольевич обещает нам выучить английский язык я абсолютно не сомневаюсь что Сергей Анатольевич это сделает вот так вот дорогие друзья такой эмоциональный но я постарался сделать именно сухим из фактов экскурс в командировку в Минск Сингапур Джакарта и потом обратно в Россию моей поездки которая также будет отражена в видеоблоге который я постарался сделать насыщенным интересным чтобы и человека со стороны было интересно смотреть будете потом также использовать этот инструмент строй скайвей спасай планету и дай дорогу в мир транснету дорогу в мир транснету в Индонезии мы уже дали чему невозможно не радоваться до скорых встреч дорогие друзья я думаю что вот это будущее поколение которое так символично на крайнем слайде находится индонезийское по праву оценит первоначальные шаги которые были проделаны на RailwayTech 2017 я думаю что на 2018 RailwayTech мы также будем участвовать но это уже неизмеримо далекое будущее в которое мы обязательно уже с успехом придем с фурором я бы сказал потому что будет предшествовать огромное количество событий и выставок до скорых встреч дорогие друзья с вами Алексей Суходоев извиняюсь за гундоз и за насморк ну собственно климатизация дорогие друзья сколько климатических поясов мы пролетели остается так